Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Так как у меня была чистая установка, посмотрим на страницы. У нас нет главной страницы, поэтому мы здесь добавляем новую страницу и называем ее «Главная», пишем заголовок «Главная», нажимаем «Опубликовать». Давайте сразу определимся настройки чтения настройки WordPress. Вот здесь вот нам нужно решить. Ставим точку и главная страница как раз таки будет только что созданной мной «Главная». Страница записей. Ну, блога у меня пока нет, оставим без выбора. Дальше сразу главную меню. Меню у нас не создано. Если вы с нуля сделали WordPress, то меню у вас тоже нет, вот как у меня. И первое меню, пускай будет, ну, «Майн-меню» или как угодно его назовите. Создаем это меню. Нажимаем «Создать». Здесь появляется, вот оно, главная, главная страница. Пока что добавим ее в меню. То есть это главная страница. И еще раз нажмем «Сохранить». После этого пойдем на фронтальную часть сайта. Обновимся. Да, мы здесь пока что меню не видим, потому что мы дойдем когда до конструктора шапки. Мы разберемся, как выводить здесь меню. Хотя у нас меню главное не вводится, но вот это слово, которое здесь находится, это уже говорит о том, что мы на главной странице находимся. Переходим. Смотрите, теперь страница обратно. Далее мы переходим в главную. Кнопка «Редактировать в Elementor». Мы сюда еще вернемся. Мы сможем в дальнейшем конструировать главную красиво, как нам хочется. Но в этом уроке я хочу рассмотреть вот эти опции, которые пришли к нам от темы Woodmart. Они находятся для каждой страницы. Вот этот именно блок. Если вы Woodmart отключите или удалите, вот этого блока уже не будет здесь. И тут, видите, разбито на несколько вкладок. Первое – хедер. Хедер – это верхняя часть сайта. Не так давно в Woodmart в настройках разработчики сделали очень удобные такие подсказки, где анимационно будет нам подсвечиваться, что это такое, чтобы нам быстро понять, за что настройка отвечает. К этой опции мы вернемся позже, потому что сейчас мы ее посмотреть не можем. У нас ничего пока не создано. Пользовательская шапка сайта. Тоже мы сможем это рассмотреть только когда мы попробуем создать несколько шапок. Это будут следующие уроки, поэтому здесь пока пропускаем. Следующий у нас – заголовок страницы. Сразу можем смотреть. Если мы включаем, у нас, видите, вот тут вот такой есть заголовок, он будет отключаться. Мы, в принципе, уже его видим. Вот он на черной плашке, слово «Главное». Я переключил ползунок в положение «Да», нажимаю «Обновить страницу». И сразу можем посмотреть на фронтальной части сайта, как у нас прячется черная полоса с главным заголовком «Главное». То есть на ваше здесь усмотрение. Если же мы это оставляем, то размер, наводим мышь на вопросик, нам показывает, допустим, большой, мелкий и совсем большой. То есть просто выбираем, допустим, маленький, нажимаем «Обновить», идем на сайт, обновляемся. И вот эта полоса, она становится узкой. Это только для главной страницы. Для других страниц мы можем задать разные моменты. Отключить, включить, толще сделать эту полосу. Или в глобальных настройках «Вудмор» для всех страниц вообще отключить, но мы дойдем до этого позже. Поэтому здесь смотрим. Если мы ее оставляем, то, естественно, цвет фона ниже. Кликаем «Любой цвет», выбираем из палитры. Давайте посмотрим сразу же. «Обновить». Видим, полоса меняется на желтую. Смотрим дальше. Если «Сброс» нажмем здесь и «Загрузить» и выберем какое-нибудь изображение для фона с компьютера, я выберу уже излюбленные свои картинки, которые часто используют для демо-сайтов. Просто для теста. Вот если я выбираю картиночку, и сразу же цвет текста. По умолчанию, светлый, темный. Тут уже нужно решать с картинкой. Картинку, возможно, заранее нужно на фотошопе как-нибудь затемнить или засветлить, чтобы текст на ней хорошо читался. То есть вот сейчас текст главный, видите, не видно темное. И пант почти не видно. Поэтому здесь что можно сделать? Допустим, большая шапка, заголовок светлый, обновить. Пойдем на сайт, обновим страницу. Вот такая вот получается под нашей шапкой вставка. И это только для главной. Еще раз повторюсь. Далее. Боковая панель. Боковая панель у нас с вами по умолчанию. Мы видим ее. У нас есть сайтбар. Штатные модули поиска, свежие записи, комментарии присутствуют. У нас стоит по умолчанию можно сделать без. Опять же, только для главной страницы. Обновляемся. Сайтбар на главной, допустим, у нас не будет водиться. Мы реально его спрячем, он тут не нужен. Но пока что мы с вами смотрим. То есть здесь уже поиграйте слева-справа, можно выбрать. Размер. Допустим, справа размер. Можно сделать маленький, средний, большой. Это надо уже смотреть на сайте. Допустим, маленький. Как будет выглядеть. Вот места даже мало здесь, видите. Наверное, надо брать либо средний, либо большой. Пользовательская боковая панель для страницы. Здесь даже весь список у меня не умещается. О чем идет здесь речь? Смотрите, если мы сейчас перейдем с вами в внешний вид виджеты, я использую здесь плагин Classic Widgets. Об этом у меня был бесплатный урок, чтобы видеть вот такую страницу с виджетами, как это было раньше. Сейчас тут в новой версии WordPress Gutenberg и все будет выглядеть у вас по-другому. Ну, неудобно, на мой взгляд. Если хотите вот такое же отображение, идете в плагины, добавить новый, ищите виджет Classic Widgets, так называется плагин, устанавливаете, тогда у вас будет вот такое отображение. От темы Woodmart смотрите, сколько есть вот таких позиций, где вы можете запихнуть разные виджеты в разный момент. И вот у нас сейчас отображается вот эта главная область виджета, где у нас выводится блок HTML, блок еще какой-то здесь. Такие блоки. Вот это все выводится, вот это у нас все, видите? Допустим, вы вот область виджета портфолио засунули что-нибудь другое, скажем, мы сейчас это протестируем даже, да? Давайте найдем какой-нибудь календарь. Вот календарь, просто календарь. Вот сюда я его разместил. Смотрите, область виджета портфолио, к примеру. Мы возвращаемся на страницу «Главное» и в настройках область виджета портфолио выбираем. Обновить. Вы поняли, да? То есть виджеты из этой категории будут здесь для главной только отображаться. Потому что в одной ветке виджетов у вас могут быть одни виджеты для одной страницы, для другой другие. И вот, пожалуйста, календарь уже выводится. Здесь на ваше усмотрение. Я на главный выводить сайтбар не буду, сразу отключу. Дальше «Футер». Здесь можно просто напрочь отключить футер. Вот он подсвечивается, вы видите, вот здесь вот в демке. Просто отключаете футер, это самая нижняя часть сайта. У нас футер даже еще не задан. Но только для главного можно отключить. Мы сейчас не увидим, у нас футер не задан. Дальше «Отключить предфутер». Это, вы видите, вот подсвечивается в демке такая некая полоса. У нас сейчас этого не задано, поэтому мы это тоже не увидим. Есть тут в настройках в самом Вудмарте. То есть когда мы в Вудмарте, вот здесь вот есть настройки. Вот здесь настройки темы. Там целая куча настроек. Там есть предфутер. Если вы туда что-то зададите, можно скрыть для главной этот предфутер. Дальше «Отключить копирайт». Это мы можем увидеть сейчас. Вот нижняя часть текста здесь. И вот эти значки мы принимаем. Какие платежи мы принимаем. Давайте это посмотрим. Обновить. Пойдем на сайт. Сохранить. И для главной у нас эта нижняя полоса, вы видите, она у нас спряталась. Следующая, на мой взгляд, полезная штука Mobile Version, которая может быть отдельной страницей, созданной через HTML-блоки, мы будем рассматривать в следующем видео. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в следующем видео. 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 Субтитры сделал DimaTorzok